На набережной Астрахани стартовал легендарный фестиваль рыбаков «Вобла». Впервые за свою 23-летнюю историю он проходит осенью. Привычное время – апрель, но из-за карантина рыбалка во всей Астраханской области была под запретом. В финале 48 участников с азартом запускают удочки с городской набережной. Мужчины, женщины и даже дети. «Рыбалка, наверное, это у нас семейная. У меня и дедушка рыбачил, и папа, и мы с мужем рыбачим. Ну, наверное, профессионально более, профессионально по-женски, ну, наверное, лет 20». В арсенале бывалых рыбаков множество приманок. Задача в течение часа – поймать самую большую рыбу. «По каким критериям оценим? По количеству крючков. Это самое главное. На человека не более пяти крючков должно быть. Или пять удочек по одному крючку. Ну, это само собой. И потом смотрим по размеру рыбы. Конечно, у каждого есть линейка». В Астраханской области фестиваль проходит не случайно. Дельта Волги славится обилием рыбы. Здесь её около ста видов и подвидов. От осетра, белуги и стерляди до леща, сазана и сама. Тихая охота требует сноровки и терпения. Рыбы ловятся не сразу, часто идёт мелкая. «Главная цель – это пропаганда бережного отношения к природе, пропаганда правил любительского рыболовства. И это, конечно, поддержка чисто астраханских традиций». Второе место достаётся за карася длиной 24,5 сантиметра. «Это по первому фестивалю. Всегда хотелось, никак не получалось. А в этом году получилось так, что он проходил осень, а весной никак не получалось». Ну а первое место от второго отделяют всего полсантиметра. Главный приз «Надувная лодка с мотором» достался Максиму Быченкову. «Ловил и на отборах, и воблу, и тарашку, и карася, и сопу. Всё ловил. Всю всякую рыбу. Где-то что-то не везло. И сама поймал на полметра. Тоже не прошёл с ним, потому что он от 60 сантиметров идёт за счёт, к сожалению. Но ничего страшного. Самое главное, в финале, так сказать, цель выполнена. Первое место моё». В целом в фестивале участвовало несколько сотен человек. Он шёл два дня.